привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур со мной джек шепард мы продолжаем играть дэйзи поздоровайся всем привет друзья мы на я никуда не делся если что мы находимся все также где-то в окрестности гуглова но уже достаточно далеко от него ушли меня трясет всего это последствия шока последствия адреналина в крови потому что меня чуть не порвали в конце предыдущей серии но в итоге мы нашли потом чуть попозже жатву у нас все достаточно хорошо сейчас бинтов хватает конечно у меня нету морфия если не сломает еще одну кость то зарастить его будет нечем так и теперь нам нужно двигаться дальше куда пойдем да а мы обойдем этот амбар справа и будем спускаться если мы обойдем этот амбар справа то мы пойдем как раз к тому месту где мы собственно уже по моему мы сейчас квадратик сделаем не знаю последний серий ты неплохо справлялся поэтому я доверюсь тебе это не то что у нас в пятничную серию ты у нас кругами водил просто восьмерками так что здесь у тебя вроде все нормально ты лучше ориентируйся чем я потому что я вообще честно говоря просто для меня охота самого себя застрелить а ну ты это почти сделал когда решил проверить насколько хороший я же не знаю как и но все удачно в итоге то прошло ну как удачно у меня припасы кончились в итоге я нет в том смысле что ты жив мы продолжаем двигаться ну да я хочу желают удачи спасибо спасибо короче слишком уж шумно это хрень че там далеке это дерево просто я думал вышка ну пока двигаемся там скоро он уже поле будет ох как быстрее бы эта тряска прекратилась она меня раздражает у меня уже цвета все вернулись практически да у меня что-то как-то не особо у тебя сколько здоровья 76 963 621 но я еще не ел я берегу ты нас выводишь по моему обратно к тому полю где мы только что чуть меня не сожрали где где мы забежали в лес и вот по этой полянка как раз мы по-моему пробежали в год и развернулись сейчас нет 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 это все вообще сзади нас осталось я вставай поспорил на 100 рублей ну ты ж все же не отдашь так вот сейчас мы выйдем на опушку давай хотя может и да я же говорю тебе вон видишь он там впереди ну нам надо в любом случае направо идти видишь вон там стоит амбарчик вот около него вся эта битва началась вон там около того столба и отстреливал зомби поэтому да да но нам все равно надо направо так а ты где находишься поэтому нам надо направо я вперед убежал а ты где за я уже почти вышел я не сзади я справа 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 вот видишь мне я понял где ты находишься все вот мы сейчас вышли теперь пойдем дальше направо то есть вот нам по этой дороге мы наверно дальше зайдешь углубого прям уж так светиться не будем наверно будем как-то среди нет я иду рядом с деревьями палатку бы найти чужую полную чужую я блин уже тоже жажда наживы без записи на темную сторону силы ведет тебя находил палатку ну я тоже палатки это круто особенно когда они чужие я от каменьки и шел как раз помнишь я тебе говорил наверх то и с левом краю карты то есть я где-то на середине пути остановился до той горы которую ты в самом краю карты нашел вот и там была в самом лесу в самом краю карты короче где-то там попница в какой-то я просто бежал случайно ткнулся на палатку но она была пустая представляешь какое разочарование 10 километров пилить по лесу по густому блин не понимаю где ты потом находить палатку радоваться на 5 секунд и снова грустить и хотеть хотя бы можно было бы ее взять собой но с другой стороны толку от него на все вещи которые в ней сохраняются они чисто на этом серваке сохраняются другой сервак упадешь там этой палатки не будет блин кого-то там а к с 74 ненужные в рюкзаке ну везет же люди ну да ну или просто можно так написать что у меня не нужно в рюкзаке чтобы все облизывались ну да кстати так что там дали у нас вдали туман кусты без приближение вижу дальше чем с приближением как так может быть не знаю ой какой ел паханый сегодня блин вот если бы я был свежий меня наверно так не порвали в прошлой серии натурально же меня всего и задрали я и перевязался и морфина принял ну да странный какой-то какая-то поляна странная то ли на самом деле туман то ли чё ну блин вообще нифига не видно да у меня все белое ну да такая что там есть толпы которые означают что какой-то населенный пункт они идут будем аккуратно идти здесь по краюшку я хочу найти а я думаю нас еще видимость блин мы начинаем одновременно все время говорить давай давай говори давай я говорю мне кажется что из-за того что чем меньше здоровья тем меньше дальше мы видим тем короче что понял да потому что у меня тут просто белая пелена может быть может последствия паники у тебя тоже экран трясет кстати говоря у тебя-то не должно нет у меня все нормально у тебя прошло это середина у меня прям большие болзы всем этим экшеном хорошо хоть ты не выстрелил потому что еще бы сбежались у тебя вообще тут стреляешь и там через два километра слышно они еще по моему и спятся все время может быть не знаю пока ты потому разработчик спроси мода то скажи вот если я прям на связи с ними один раз пообщались после этого я личку на ютубе закрыл уже на них никто не напишет теперь с ними ты не знаю чё с ним договариваться я я не в команде так нормально играемся так ладно не но очень меня радует то что в русском секторе ты посмотри вообще игроков сколько русских серверов и играет похоже да а люди все равно гоняются за нами на европейских серверах а мы все равно на европейских бегем ну как люди это не люди это мутанты деревья да ктулхи так ладно мы так долго было какую-нибудь башенку здесь или палатку нормально мы же просто не бежим по дорогам если мы по дороге бежали это бы все быстрее куда прошло так там далеке по-моему вижу двух зомби и не по пути а там нет я их тем более не вижу даже а то я только встал думаю хватит уже ползком ползать ладно разомь значит потерпим да вроде там нет никого вот как показалось но береженого бог бережен так что ну нафиг да вот этот туман меня очень напрягает что я вообще ничего не вижу что там вдалеке вдалеке по дорога и дорога как раз которая ведет туда куда нам нужно то есть большая такая смачная сейчас будет ржачно если мы видим к электрозаводску кстати ты больницу в электрозаводске находил я все в электрозаводске в основном был на краю испавнился и выходила потому что там такой жесткий пвп идет что мне не охота в этом участвовать и они для этого в эту игру играют да там конечно много ништяков но что там такая война идет что данную нафигу стекла ты уже так шпаришь и перелег сразу не показалось что там зомби стоит на самом деле там никого нет а мне показалось что справа стоит старый наш друг на самом деле он стоит по моему я конечно без прицела не увижу но барашек там есть да бедный барашек неплохое место для нычки здесь а я кстати реально поначалу не знал что ножиком здесь нельзя убивать врагов я думал что серьезно берешь ножик подползаешь за этих зомби в спиндак ему кстати говорят что ближний бой собираюсь увести но блин я не знаю при местном управлении это будет очень коряло по моему потому что тут такое управление неспешно не экшеновая да вот тут дерево прям вырвалось корнями хотя остальные стоят даже те которые он поменьше не знаю короче так какой-то знак блин они вообще ничего не видно ты стой страны а она здесь показа что поворот на право так давай что ли знаешь как сделаем я сейчас добегу туда быстренько обходил и расставлял свои знаки это дорога ведет направо интересно что нам скажет знак да слушай а ты блин ты в курсе вообще что мы сейчас если начнем направо поворачь мы опять вернемся куда-то опять похоже сусаник начинает потому что вот этот лесок он далеки дорога налево уходит дорога уходит налево просто как-то странно плюс мы идем по проводам а вот такие линии передач они идут обычно из города крупного в крупный город так что я думаю мы к новому собору или к старому собору точно должны прийти по ним ну или в кого-нибудь другой городок титул электро заводская а рядом что ты заладил то не знаю тебе опять сусаник начинает паралив пошли в электрозаводск придем туда я тебе покажу что он другой стране потом поперем три часа обратно придем туда убьем пару к пару бандитов умрем сами по новой начнем все что нас там ждет для кого-то это круто для меня это по моему бред какой-то иисус христос не знает что это за сервер до 4 шо это сервер прости иисусе не подскажем на спросил бога да так опа видишь видишь налево 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 слева 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 вышка 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 на ней что-нибудь вкусно я сусанин я с такой тряской могу только доверять твоему зрению да да и там зомбаки нам надо будет их почистить и вышку собрать вкусняшек с вышки нет у меня слишком черно-белый чтобы заметьте похоже ну все теперь я вижу уже а зачем их почистить если они далеко находятся блэхо к нам подходит что никуда где я думаю мы сами то не знаем где мы тем более чтоб кто-то нас нашел достаточно проблематично будет так я не знаю давай ты туда полезешь что или я полезу кто полезет да я со снайперка тебя покрою ты залезь туда я как обычно пушечное мясо если они до 2 солдатика идут девчонкам наверно пошли в деревню но тут если они полезут пока они будут по лестнице подниматься я как раз таки и шлёпну тут нет ни хрена вообще да чё там вообще ничего нет вообще ничего нет да вообще ну да да когда ты везет когда ты нет когда мы найдем машина спускаешься по невидимой лестнице я не знаю по моему пойдем назад и дальше туда вон на холмик пойдем назад я не хочу идти к ним да хотя у них может быть что-нибудь вкусное потому как это солдат вот один человек написал что вот у таких вышек он постоянно брал какую-нибудь вещь выходил с сервера заходил на новый сервис но он брал вещи и так до бесконечности если кто-то считает что это интересно я не знаю да ну жопу как говорится извините напрямую это дебилизм какой-то я не знаю нафиг это нужно вообще так мы вот я тебе точно могу сказать что ты нас водишь кругами опять давай ты вот сейчас повернешь где-то градусов так на 30 налево и вот туда мы пойдем и там мы точно еще не были потому что если мы сейчас будем на тот холмик идти то с него мы попадем как раз к тому амбару на котором мы начинали пошли вот сюда да да в эту сторону я сюда иду я не знаю начал опять на меня ругаться на все время на меня ругают тактично съехал ладно теперь ничего не было я просто шел я шел сидишь джека где помощь ну да помощь нужна может нам тут я не знаю капсулу как в звездном десанте скинуть прям сюда в поле с патронами или как не мизите патроны доставляют только сначала чтобы еще определили где мы находимся два патронов макарыч какой позор но у нас шашек-то много на поле на напишем конец пола шашками и все нет не нужно напишем так ладно что-то в этой серии событий маловато мы все что пока что увидели это вот это вот вишка в остальном такой монотонный пейзаж причем черно-белый практически ввиду моего зрения да и у меня не особо-то цветной надеюсь мы сейчас найдем мы на дорогу вышли как раз амбар я опять туда схожу в качестве пушечного мяса найдем там чего-нибудь медикаментов да кстати у меня у меня почему-то уже многие спрашивают будешь ли ты делать тушеное мясо на новое дополнение бритва филд 3 че отвечать напиши да буду если будешь я не знаю я как-то у меня сейчас нет времени ты не понял меня спрашивают я полюбую проходить я понял отвечаю что сам будешь я не знаю у меня времени не хватает пока что вообще катастрофическое меня на три прохождения тогда но он когда там выйдет по помню в июне только но может там время полегчать так что такое было а это просто просвет оказалось просто просвет вырисую так мой персонаж хочет кушать кушаем банка бабок захавали нормально так и тебя подальше держаться будет сейчас этот перлёж начнется прошлый раз не считается мы вместе на есть бабов предстоятельно зомби ходят не в этот раз кустов там в лесу тихонько пробираешься такой ты там прикрываешь я иду такой мимо зомби в амбарда все нормально все тихо прикрывай меня я такой да я щас блин пятьдесятым калибром тебе прям да не не услышали да ну слава богу реализму такой реализма нужен да кто-то там в комментариях к одной стране сам да ну игра нереалистичная почему персонаж не может писать как и типа туалет ходила была бы там по нужде отходишь заходишь там в кустики делаешь свои дела вокруг зомби ходят вокруг зомби ходят и сидишь такой в напряжении сейчас подождите ладно что-то нас на какую-то коричневую тему понесло куда мы идем вообще мы уже сколько идем ни одного населенного пункта не было есть поворот налево ну вот смотри развилка ну давай я тебе предложу куда мы пойдем вот туда дальше вперед или налево ну выбор за тобой вперед конечно в деревне зомби или в деревне зомби но я бы нашел сейчас если аэропорт был бы достаточно таким счастливым человеком там конечно было бы много зомби аэропорт ну а там я думаю будет находиться куча прикольных штучек всяких да прям от зеленой вышки наверх если идти вот так прямо что я был в деревеньке там было указатель на вышку на эту и на аэропорт от зеленой ну в старый новый собор мы должны где-то вот прибежать да но если снизу карт смотреть вот как в каменьке появляешься и пилить просто наверх это будет зеленая вышка деревенька бор будет да есть налево по дороге которая влево смотря на туда же идет она идет куда-то в более лесистой местности там можно было бы более безопасно идти но с другой стороны но артур выбрал тот путь да этот путь выбрал я поэтому он однозначно лучше вообще без вариантов так ну дорога респекта был мэн я думаю сейчас эти дороги вообще соединятся они смотря на уходит направо куда-то нет направо нам не нужно ну давай до 100 ты выбрал эту дорогу идем до конца да мы сейчас опять же туда же придем примерно где мы были середине назад у нас устроен нас приведет сообщение телефон удачи в дизи до ты тоже выиграл porsche cayenne да все выиграли блин слушай я хочу выиграть porsche cayenne не смеем отправлять не отвечаем никогда я уже отправил я хочу выиграть porsche все схвачено это porsche мой так что можешь успокоиться так вас и но мне придется тебя убить из-за porsche пострелялись теперь зомби вообще то люди сразу такие ну 300 штук что-то что-то надо было по этой лесу полосе все идти вперед а ты куда-то уже ты пошел в ту сторону в которой хотел идти я но ладно будем считать что тот твой выбор да вы чё говорит издеваетесь всего 300 зомби на сервере зомби много все древут зомби мало нормально криво 30 и все вокруг меня да снова злафи конечно да молодец у него так хорошо получается башни сшибать в баттлфилле а тут он какой-то не жизнеспособный я так не посмотрю его либо грызут либо да опа 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 опять башенка впереди братюня башенка опять я не вижу я своим черным зрением вообще ничего не вижу и там опять зомби эти ходят и опять пушное мясо вот у меня красненькая давай иди вперед так сейчас я посмотрю тебя все равно экран серия уже не станет прям между деревьев но я вижу и именно накладывать зомби достаточно до хрена один всего лишь я вижу да наверняка в лесу еще и сказки вам да тут вокруг нигде никого нет даже если объем никто не вылезет ведома кроме тех который внутри я вообще не хочу с ним сталкиваться он там прыгнул один слева тоже военный форум ой их двое даже один чуть впереди другой слева но если аккуратно доползешь к вышке то тебя никто не заденет с правой стороны лучше пройди нет я от этих елочек я с левой стороны иду потому что справа там всего один зомби а слева тут больше врагов короче я паузу туда я уже метр к десяти от нее то есть ты хочешь за ними следить блин у него фляжка на теле видно что там что фляжка он опять на меня поворачивается сволочь он уходит вообще от башенки я уже около нее метрах двух слева слева они все даже как-то не смотрят особо да они от башенки все отпрыгивают видимо запах от твоих бобов даже зомби отпугивает вот тут много всего так здесь у нас блин короче здесь у нас были 8 патронов для м-1014 это что такое я не знаю что она одна американская но я их возьму пока наверно для м-203 зеленая сигнальная ракета но это подствольник подствольник я не думаю что мы что-то найдем в ближайшее время так и все что видно подожди две простых консервных банки и дробь для м-1014 а нет похоже м-1014 дробай скорее всего но пока что возьмем это все что наверно а давай поторапливайся правый зомби начинает идти к вышке так что так все спускаюсь чувак пишет за кем орала зомби побежала я чувствую сейчас будет комментарий блэхарда ну ждем 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 тихо 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 по-моему кто-то слышит вернее не слышит один слева прыгает от меня другой справа я третьего потерял это по-моему не очень хорошо так я короче по кустикам ползу к тебе обратно я вижу это ты дальше веришься я притряться тобой я сразу давай давай ну вроде чисто за тобой сейчас я думаю мы вот этого зомбака справа бежим да и дальше туда влезть пойдем или как потому что слева вон тут прыгун там еще один прыгун то есть две точки опасности мы пойдем сусанин что такое ну тоже даже не смешно ведь я могу сказать что удалочки в этой серии если мы найдем какой-нибудь населенный пункт и я печальюсь потому что нехожу понимать вообще хотя примерно где мы находимся мы уже наверно ну да ну и лететь бегаем по какой-то веса полосе непонятно 26 минут 43 секунды даже так и самое яркое событие за серию это вот этот вышка была достаточно скучная я бы хотел чего-нибудь но их было две две вышки нам везет не знаю может быть ты хочешь чтобы здесь как в террарии бегать бегаешь и хрена падает метеорит вниз так не знаю с патронами там прилепленными не знаю как метеорит а еще чем-нибудь блин по идее тут вот этот нафармить по-быстрому себе оружие оборудование если чисто задаться этой целью можно за час за полтора но это вот именно читерскими способами там выходить заходить есть а грызут выходить пробежать напрямик там есть в тебя стреляют выходить пробежать напрямик до тех нычек посмотреть в интернете где что лежит но нахрен это нужно эти серии всегда я воспринимал как кино так вот чтобы стремиться там самое лучше получить да ну нафиг говорят что у нас нет определенной цели у нас есть определенная цель во первых нужно найти карту во вторых нужно собрать автомобиль увидеть зеленую гору и собрать вертолет на вертолете улететь на нахрен с этого острова вот этот будет я думаю замечательно разве можно не ну по крайней мере на этом мы сможем завершить или серии если будет повод посмотрим просто это я думаю на логичном завершении серии читать что блэкард пишет он по моему я не знаю вместо морфина сечет другой кори но почитаешь такие вещи так куда же мы родим тут больно много по дорожке мы идем дорожка уходила куда туда вправо там куда-то вперед либо можно глубь леса пройти но ждала я опять оставлю решение для тебя ты вообще уже направо ушел глубине леса я думаю будет побезопасно но тут по крайней мере я не могу точно сказать куда мы идем потому что я в полубредовом состоянии меня всего трясет от адреналина мой персонаж достаточно плохо себя чувствует по крайней мере сытый зато и пить не хочет кстати надо воды найти у меня же воды вообще нету да или мне одна газировка осталось у меня две пустых фляжки но у меня то точно не осталось я свой уже выпил и одна банка а у меня есть одна фляжка с водой и одна банка газировки если чё я тебе газировку дам и сам водой выпью отлично сам этой химией травись да чтобы у меня там блин слипло все прикинь окажется в кока-коле на литр жидкости стакан сахара это офигеть ну да а еще и хорошо мы лайт версии на полстакана но кстати не всей колой я разрушитель мифов смотрел там они миф проверяли там можно ли зубы там не знаю это окислить в коле в итоге не только становится коричненькими ничего с ними не происходит по большому счету коричненькие зубы мы пытались машину мыть так тут опять какая-то копчик но я не вижу там налево есть какой-то раз мы пошли вот по этой дороге она ведет куда-то интересные места она явно куда нас приведет правда я всегда с большим подозрением вот на такие вот низины смотрю потому что такие низины они бывают около побережья да он опять на за свое как вы поняли он думает что мы все еще идем в электрозаводск просто какая-то идея фикс мы все идем и идем в электрозаводск он хочет идти в глубь леса джек шепард злой видит в электрозаводск не но если бы мы сейчас вышли на побережье это тоже неплохо было так что-то внизу подожди вот смотри там что то есть меня трясет ты давай посмотри потому что я на такое расстояние подожди в течение ух но у масса 6 нам мы с тобой вылетели похоже только не говоришь что нам придется на этом заканчивать серию тридцать одну минуту мы наиграли придется видимо слеплять но подождем пока хотя думаю тоже слеплять все у меня нормально и отлупился о да а ты великий могучий русский язык ты где куда ты делся вот я справа тебя справа учитывая все же на этот перед вперед или это пинг это пинг потому что я в лесу нахожусь так у меня вообще вперед идешь а вот и ты ну-ка посмотри на меня что пойдем туда куда-то вправо вниз или на меня смотришь смотря лево-право лево-право да все нормально с пингом короче нет подожди давай-ка обратно на опушку выходи потому что нас отвлекла от очень важной темой вот этой хрень там внизу какой-то амбарчик возможно в нем будет жратва или там да нет там они обычно пустые обычно не пустые не знаю может цветок не пустой там же никого нет хотя это может быть внутри чем здесь не пошли по крайней мере сейчас зомби боялись началось час уже будет повод как бы отказаться от этой идеи но одного я вижу скажем вон там один сон чего блэкард пишет я даже себя убить не могу в этой игре кстати довольно сложно так ты можешь как-нибудь посмотреть этот амбарчик него вход вообще есть какой-нибудь странный ли он тупо как этот для мебели во первых сам он зомби вдалеке ходит но один блики я смотрю надо слева обойти его я просто если вот как я понимаю со стороны дороги должен быть чё чёрт да нет ничего я уж сам забыл у меня городом дорога вообще резко наверх идет это не это не тот пик который ты искал нет ты бы уже видел эту антенну эту антенну видать где-то километра за два так ну ка чё вот в этом ангаре зомбарим один амбаре ну ка нет закрыт здесь закрыт но амбар амбар там закрыто так тут у нас дорога будем подниматься наверх нет наверх хочу нам там даже тут уже не ну согласись что мы вообще не понимаем уже куда идем да если начали какой-то план был тупо если крепость если крепость вам вам крепость есть если крепость пойдем туда да на самом деле посмотрим крепость только не по дороге да вот по прямой крепость я хочу ты хочешь крепость давайте построю крепость из капючей ты там как надо что уже настроил нет хватает кондэмон скоро закончится и хватит кстати наверное когда уже серия выйд уже на этом закончится там крышу осталось только доложить а как же гаражик на гаражик нужно все нас уже тот блок джек бишь очень много пошлых шуток теперь в комментариях типа blackjack есть а где прохождение такой да да извиняйте ребята но у меня не знаю по моему блин кровь что ли чуть-чуть упала у меня было шестьдесят девять шестьдесят четыре а теперь шестьдесят три-пятьдесят три хочу передать привет всем подписчикам блин такие комментарии первых блин мне бы главное чтобы зрение вернулось короче тут не будет никак уже никакой крепости это уже явно да но надежда в нас жила надежда живет надежда будет жить вообще единственно сейчас пока что чего я боюсь кроме зомби это падение метеорита прямо на нас во всем остальном я полностью спокоен ты просто давно не встречал бандитов так ну давай двигаться куда мы шли собственно в ту сторону до еще что напишите победа же get beer grills не стал дышать это дерьмо Биар Грилс, блин, надо офигеть, конечно Глыба, человек Да Это же, наверное, сейчас идем здесь И он такой по дорожке идет Чуваки, типа, есть попить, да че? Это же, прикинь, это надо поймать змею Содрать с нее кожу Завязать узлом Насать в нее И в ней носить свою мочу, типа, чтоб потом попить Блин, ну, я так не знаю Да, я знаю, я смотрел Ну, причем, очень много ходит слухов насчет того, что там с ним целая команда операторов ходит Что они там между съемками все отъедят постоянно Это не слухи? Но даже сам факт, что когда вот показываю, да Что он делает Как бы все равно не каждый на такой способен, даже пусть я, да Понятно, меня больше всего удивляло у него то, что он в тайгу попал То, что он без головного убора бегал То есть я понимаю, что это модно И во всех фильмах американских есть и мороз, то они там без шапок бегают Потому что они натурально морозы-то не видели Но У нас попробуй бы шапки походим и не нигде, и через полчаса будет обеспечен Все, шарик будет Для них тут Плюс 10 зябка, да Что-то, что-то Ой, морозы настали Плюс минус 10, вашу ж мать Да Пойду за валиками Да Как он в тайгу попал, блин Офигеть Я смотрел, как он с горст каких-то спускался, там вообще, блин, в снегах, там по пояс просто Под лед провалился еще, показывал, что надо делать, если вы провалились Ты представляешь, да, намеренно идет такой На теле вам покажу, что надо делать, если вы провалитесь под лед Да, начинает прыгать, так и проваливает Если у тебя столько платили, сколько ему, то ты бы там и под лед, и в лаву прыгал бы О, зайчик Нужен зайчик Да куда нам его? Хотя, мог бы его приглазить опять Куда ты вообще идешь? Мы уже куда-то все влево, влево идем Какой влево? Мы прямо убежим Мы просто не будем идти Все, все, веди, веди Мы уже налево два раза повернули, идем все вниз, вниз, и налево, и вниз, и налево Я думаю, сейчас к берегу Самое главное, пока кто-то сусанет, не сбивать его и не отвлекать Может, что-нибудь там выйдет С другой стороны, если бы мы сейчас вышли к берегу То по берегу мы могли бы Набрали бы воды Ну да, воды набрать Могли бы добраться до Березина И оттуда пойти уже Как бы там ориентир был Оттуда уже пойти вглубь территории К Хельму, там, и к Старому Собору Короче, сейчас Мы вообще без каких-либо ориентиров Только идем на угар Я думаю, нужно... Зато я думаю, это интересно Интересно? Базара нет Но, блин, от карты я бы все-таки не отказался Ну да Да и хотя бы от компаса, чтобы примерно понимать, где север Кто-то пишет, что он нас видел и мог убить Кто-то нас видел и мог убить Да по-любому вот в такой глуши в жопе мира, блин, мы сами не знаем, где мы А он тут рядом ходил и видел нас Сидеть По-любому Видишь? Опа, увидел Сидеть Ты можешь отсюда посмотреть, что в ней есть? Там лежит рюкзак Там лежит рюкзак, я иду туда, мне насрать А может, там зомби есть? Вот, я вижу одного, допустим Вижу, вижу Там нас разве Там рюкзак Че, я полез? О, смотри Нет, там еще один вообще близко Подожди, отступи назад маленько и посмотри, вот куда я смотрю Че это такое там? Ага Ну нет, это, короче, какой-то гигантский кристальный диско-шар Чупа-чупс? Чупа-чупс? Ну видишь, мы куда-то пришли, может это та вышка? Так, ты идешь, нет, это не та вышка, та вышка гораздо больше, она огромная просто Ты идешь, нет, брать этот рюкзак? Давай, иди туда Иди убивай их Как его можно взять, они там рядом? Кого убивать? Ну ладно Они же деревья Да враг прям за деревом, господи Фуражке ходит Какой далеко-то Да блин, он далеко Я похожа, блин, сплинтерселла А, ну он уже отвернулся А ты нет, похожа Потому что для меня так можно сделать Так, я вот эту О, ооо… О-оо О-оо О нет, это был не рюкзак, но Ооо… Ооо Здесь есть паста, здесь патроны для револьвера Здесь есть для Ленфилда магазин, для М-1991, для Макарова есть. Как мало человека вечности. Так, я сейчас тогда выкидываю патроны для вот этого М. Думовые гранаты нам нужны, нет? Они отвлекают внимание, кстати. Зеленое, красное. Зеленое возьму. Зеленое возьму. Я выкидываю болт и выкидываю патроны для дробовика, потому что если ты мне дашь патроны для Ленфилда, для них нужно место закрыть. Если я тебе их там, конечно. Ты же хочешь жить, верно? Да. Так, смо гранату. Я пока что на них сижу, чтобы не потерять, если что, мне вдруг нужно будет на свободное место что-нибудь запихать. Поэтому, как наберешь, там все, подходи ко мне и будем делиться. Пожрать там много, нет? Там одна паста? Неа. Одна паста только, да. Ну ладно. Я раньше жрать захочу. Да, я совсем недавно поел. Но, блин, вот этот гигантский диско-шар на палочке, это клево. Он меня интересует. Так, блин, куда-нибудь складывай, короче, под себя. Ты мне, наверное, отдашь только патроны? Я держу сначала револьвер, что ли. Да, больше ничего нет. Держи. Боже, мне, в принципе, ничего и не нужно. Они под тобой лежат, да? Да. Так. Хотя, что у меня еще есть? Ага. Стоит, вот этот я выкинул. Для М1911 я взял магазин. Подожди, я в твой... В твою сумку, похоже, залез, что ли? Тут лежит пистолет Макарова. Магазин. Зачем он тебе? Да. Моя сумка. Отдай его мне. А потому что у меня револьвер и пистолет Макарова. У тебя два пистолета, что ли? Да. Блин, где эти патроны? Офигеешь. Пока их найдешь... Ну вот же лежат. Да-да-да. Где? Ты не взял? А, вот... Нет, я опять... Ну вот же прям тут. Да, блин, где они? Внизу прям лежат. Сейчас найдем, не волнуйся. И пропадут эти патроны. А я-то не волнуюсь. У меня-то патроны есть. Мы их потеряли. Так. Или может я их в рюкзак положил как псих? Нет. Оно почему-то вот где-то тут появляется, как открыть патрол пэк. Блин, ну, может ты их ко мне прямо... А, я твой инвентарь открыл. Ты их прямо ко мне в инвентарь положил. Посмотри у себя. У меня было три магазина, теперь у меня четыре магазина. Поэтому все, короче говоря, нормально. Ну все, значит. Главное, он знал, что у него четыре магазина и все равно молчал. Нет, у меня... Куда же зомби ушли? Чтобы мы к этой вышке пошли. Взять мне интересно. Нет, эти патроны для дробовика. Хотя нет, лучше... Ну их нафиг. Давай я возьму. Ты их выкинул, что ли? Да, они на земле где-то вот тут лежат. Если их найдешь, то бери. На будущее, короче, давай мы больше не будем в траву кидать. Вот оно где-то тут, короче. Стальной болт. А, вот смотри, патроны лежат. Теперь у меня пять магазинов. Офигеть. Вот, а я-то думал, что ты взял, а ты, оказывается, все выкинул. Ага, эти все патроны только в это отложатся, в обычный инвентарь. Ну? Хреново. У меня две дымовые гранаты, может одну выкинуть? Не знаю, как хочешь. Короче говоря, ты... Вряд ли я потом какое-нибудь оружие возьму, кроме снайперки покажу. Тебе нужно дробь или там... Так, куда... Да нет. Зачем-то я перезарядил револьвер. Я пока их возьму, короче, мало ли чего. А потом еще выкину. Так, ладно, что-то мы замешкались тут. У нас уже сорок пять минут серии идет. Может быть, в следующий отправимся вон к тому чупа-чупсину? Ну, давай. То есть заинтригуем зрителей. Это, как вы поняли, серия была проспонсирована компанией Чупа-чупс. И я думаю, все. В принципе, неплохо. Серия была довольно-таки просто на продвижение вглубь острова. Или ближе к берегу, не знаю. Ну, короче говоря, куда-то мы продвинулись. Увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok